Друзья, всем привет! Сегодня в наших руках новый китайский внедорожник Тэнк 300. Тэнк, именно так производитель просит произносить их компанию, это бренд от концерна Great Wall, который у нас уже представлен маркой Havail. Честный внедорожник с рамой, с железным полным приводом, с понижающей передачей. И где же, как не в Сибири, узнать, насколько же все-таки он вышел суровым. Передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах. Причем, обратите внимание, нижние рычаги, они не алюминиевые, они стальные. Это хорошо, потому что они будут бояться контакта с волнами. Ну и, в принципе, все так выглядит достаточно внушительно. Сварено тоже хорошо. Ташка, кстати говоря, как и проушины передние. Еще мне что понравилось, то что очень хорошо защищены все агрегаты. Обратите внимание, какая мощная защита спереди стоит. Плюс здесь также защита, которая прикрывает автоматическую коробку и раздачную коробку. То есть на бездорожье повредит что-то из этого, в том числе и катализатор, кстати говоря, будет практически невозможно. Для настоящего внедорожника это хороший плюс. Сзади обычный неразрезной мост с пружиной подвеской. Выглядит, опять же, все более-менее нормально. Плюс есть дополнительная защита у бензобака мощная. Его тоже не расколешь. В принципе, здесь мне немножко смущает то, что низковато висят нижние точки крепления амортизаторов и стабилизатор поперечной устойчивости. Но если посмотреть, то все равно получается, что основная точка контакта это редуктор заднего моста. Возможно, стоило поудачнее расположить сливную пробку. Но, опять же, наверное, все-таки даже при контакте повредительное бездорожье будет проблематично. Как и положено настоящему внедорожнику, запаску разместили на двери багажника. Плюс еще в корпусе располагается вот здесь камера заднего вида. Причем, обратите внимание, есть еще и форсунка омывателя. Очень полезная штука в наших условиях, потому что сколько раз уже сталкивались, когда в автомобиле есть система кругового обзора. Но в грязную погоду толку от нее нет, потому что обзора, как такового, тоже нет. Еще один привет от китайского автопрома, который ведет свою родословную от японских автомобилей, так же, как и с нашим патриотом. Несмотря на то, что машина изначально с левым рулем, дверь открывается, скажем так, в неправильную сторону. То есть, получается, от обочины. Хотя должна открываться по-правильному наоборот. Ну, вот такой парадокс. Естественно, в стойке есть блокировка, благодаря которой можно зафиксировать дверь, чтобы она, не дай бог, не закрылась. Вот он, этот блокиратор. Как видите, даже здесь индикация есть. На тыльной стороне пятой двери есть сетка фиксирующая, два крюка. Причем здесь даже обозначили, что 3 килограмма можно сумку вешать. Кстати говоря, при сертификации Тенка 300 в одобрении типа транспортного средства еще и внесли и фаркоп. То есть, тягово-сцепное устройство на машину можно ставить из списка сертифицированных ТСУ. И никаких проблем с регистрацией автомобиля в дальнейшем не будет. Плюс крепеж и проводка тоже уже заранее в автомобиле имеется. Сам багажник, естественно, здоровый, учитывая габарит автомобиля. Это неудивительно. Ну, проем, понятно, он немножко все-таки сужен. Это традиционно у таких автомобилей с такой конструкцией двери. Но, в целом, все очень хорошо. Как видите, чемодан стандартный помещается легко, и таких чемоданов сюда влезет еще очень много. Плюс есть мелочевки, вроде дополнительной розетки на 12 вольт, еще одного крюка и очень полезная штука – розетка на 220 вольт. Причем, обычно она в автомобиле располагается, как правило, на втором ряду. А вот в Тенке 300 ее поставили в багажник. В принципе, например, когда вы куда-то едете отдыхать, рыбачить на пикник, такая опция расположения розетки именно в багажнике будет весьма удобно. В подполье есть сабвуфер и небольшое отделение. Ну, и плюс еще на задних стойках есть такие уже силовые петли, мощные для крепления груза. В общем, с точки зрения практичности, у Тенка 300 полный порядок. На этой машине можно отправляться далеко, и все в нее поместится. Интерьер под стать внешности, полностью сделан из правильных геометрических фигур, весь прямой, с круглыми элементами. Дефлекторы мне, кстати, чем-то напоминают мерседесовские дефлекторы по дизайну. И также, кстати, у них есть своя подсветка. Между прочим, вот этот центральный круглый элемент, где есть аналоговые часы стрелочные и клавиши вокруг них, это чисто российская фишка, потому что на этом элементе с именно физическими кнопками, как здесь, так и внизу у климат-контроля, настояли именно наши ребята из представительства. И после того, как сделали все это для автомобилей для российского рынка, для Тенков, то тут же аналогичная история появилась и на Тенках двух других экспортных направлениях — это Арабские Эмираты и Австралия. Вообще очень интересно смотрится весь интерьер. Вот если бы вот этот фактурный дизайнерский элемент делать по фактуре чем-то, напоминающий бетон, то действительно возникает ощущение, что положили огромный железобетонный брусок сюда и в нем вытащили пространство, куда поместили два больших экрана. Естественно, виртуальная приборная панель и, само собой, большой дисплей медиасистемы. Кстати говоря, по архитектуре, по логике меню медиасистема очень похожа на то, что мы могли уже видеть в Havale Dargo, то есть возможность устанавливать на главном экране виджеты под свои запросы, также если перейти в меню те же самые все иконки. В общем, по структуре, по быстродействию, все один в один, как в Dargo. Климат-контроль, естественно, двухзонный. Активируется он нажатием на одну из клавиш горячих. Можно выйти в его меню с центрального дисплея, но все равно, как ни крути, все-таки. Мне, например, приятнее, когда все функции климат-контроля управляются не с тачскрином, а физическими клавишами. Благо, все-таки температура, напор воздуха и, к примеру, обогрев передних сидений, все это есть и на отдельных кнопках. Но, кстати говоря, у передних сидений есть не только обогрев, у них есть еще и вентиляция. А вот задние сидения дополнены исключительно обогревом. Причем обогревается не только подушка, но и спинка. И это касается как передних, так и задних сидений. На самом деле, достаточно редкая штука. Помимо обогрева сидений для России появились еще и другие элементы теплых опций для так называемого зимнего пакета, это обогрев электрически лобового стекла, есть обогрев руля, само собой. Руль в больших диапазонах регулируется как по углу, так и по высоте. Плюс, что мне очень понравилось, то, что подушка у переднего сидения по длине оптимальна. Это, на самом деле, частая беда азиатских автомобилей. Это не только китайцев касается, японцев и корейцев. Бывает, что у них подушка коротковата. Здесь с этим проблем нет. Все хорошо. Отдельного, конечно, упоминания заслуживает этот селектор. Словно его сняли с космического звездолета по дизайну, при этом даже не забыли обшить кожей частично. Интересно выглядит. Причем, у него, кстати, нет фиксирующихся положений. То есть, он качающегося типа, чтобы перейти в драйв или в реверс. Просто нужно качнуть в нужную сторону, естественно, нажав вот эту боковую красивую кнопку unlock. И все будет окей. Один момент, который нам напоминает, что Havail, это все-таки не кроссовер, это внедорожник. Это, во-первых, мощные такие поручни на передних стойках. И действительно, благодаря им залезать удобнее. И для пассажира есть вот такая вот рукоятка, за которой можно держаться, когда машина скачет по бездорожью. А по бездорожью она скакать умеет. Про посадку задних пассажиров тоже не забыли. Также на стойках есть хорошие такие рукоятки, с помощью которых можно облегчить себе эту процедуру. У рамных внедорожников всегда есть проблема того, что пол выше, чем у машины, скажем так, с кузлом несущим. И здесь это тоже присутствует. Все-таки, особенно вот на заднем ряду это чувствуется, пол стоит высоковато. Несмотря на то, что центрального тоннеля, например, практически нет. Он буквально на полтора сантиметра выпирает. Тем не менее, из-за взаимного расположения пола и подушки, ноги вот даже у меня постоянно находятся на весу. При этом я не могу их полностью убрать под переднее сидение. Наверное, стоило все-таки подушку расположить чуть-чуть повыше. Благо, тем более, по высоте это возможно. То есть высота салона это позволяет. Но в остальном, если вот не считать этой мелочи, в принципе, сзади вполне можно расположиться. Есть свои собственные дефлекторы, как я уже говорил, есть обогрев задних сидений, причем он трехступенчатый. Ну и всякие приятные мелочи, вроде откидного центрального подлокотника с подстаканниками. Единственный момент, у автомобиля, у которых есть люк, здесь вот, как видите, немножко съедается часть высоты салона, но сделали тоже грамотно. То есть этот горб, скажем так, он не доходит до головы заднего пассажира, поэтому даже если тут высокий человек будет сидеть, он все равно не будет упираться в это головой. Под капотом TANCO 300 пока только один двигатель доступен. Это бензиновый двухлитровый турбомотор мощностью 220 лошадиных сил. Причем можно предположить, что этот двигатель унифицирован с остальными моделями, допустим, того же Havaila, с тем же Havaila H9, но ничего подобного. С девяткой, несмотря на то, что тот внедорожник тоже рамный, тоже суровый, у TANCO 300 на самом деле вообще нет никакой унификации, в том числе и по двигателю. И одно из главных отличий, то что у этого мотора чугунный блок цилиндров. Это, конечно, большой плюс, большое подспорье с точки зрения возможного дальнейшего ремонта, но о ресурсе пока говорить рано. Это только покажет время, какой реальный ресурс у этого двигателя. Вместе с мощностью 220 лошадиных сил крутящий момент достаточно внушительный, 380 ньютонов, которые так широко размазаны по полке в диапазоне от 1800 до 3500 оборотов. Это приятно, потому что вот буквально чуть-чуть, даже в стандартном режиме надавить на педаль, и все, есть подхват, машина начинает разгоняться. Но все-таки говорить о том, что TANCO 300 впечатляет своей динамикой, я такого не могу сказать. Утапливаю педаль. Да, внедорожник уверенно набирает ход, каких-то провалов, проблем с дефицитом тяги нет, этого не возникает, но и гигантского запаса под педалью его тоже нет. Что, в принципе, объяснимо, потому что все-таки 220 лошадей и двухтонный внедорожник в пустом состоянии ждать тут какой-то великой динамики не стоит. Поэтому из 11 секунд этот автомобиль выезжает до 100 км в час при разгоне, но не более. Для жизни хватит, но если хотите мега-динамичный внедорожник, это не тот случай. А вот бензин этот двигатель кушать любит, что, опять же, неудивительно. Все-таки аэродинамика кирпича, и машина сама по себе тяжелая, плюс все-таки бензиновый двигатель. Поэтому даже когда идешь по трассе на скорости крейсерской где-то 100-110 км в час, средний расход колеблется от 12 до 13 литров. Многовато. Единственный плюс, что этот мотор рассчитан на 92-й бензин, официально. Но все-таки, честно скажу, учитывая, что турбомотор, непосредственный впрыск, я бы рекомендовал заправлять все-таки 95-й. Отчасти легкую нехватку мощности компенсирует коробка передач. Здесь стоит классическая гидромеханика восьмиступенчатая. Это коробка ZF серии 8 HP. Хорошо уже известная по разным моделям BMW, разным моделям Jaguar и Land Rover. Нельзя сказать, что эта коробка одноразовая, но и той надежностью, допустим, которой обладают те же восьмиступенчатые агрегаты Aisin, она тоже похвастать не может. Дело в том, что этот агрегат унаследовал слабое место своего предшественника шестиступенчатого. Это невысокий ресурс гидроблока. И связан он прежде всего с тем, что забиваются и залипают клапана в гидроблоке, и за это он выходит из строя. Что нужно делать, чтобы это предотвратить? Раз в 50-60 тысяч делать частичную замену, желательно вместе с фильтром, который, к сожалению, идет в единые детали вместе с пластиковым поддоном картера. Но если вот так вот раскошелиться раз в несколько лет, тогда однозначно эта коробка будет жить куда дольше и каких-то проблем с этим гидроблоком возникать уже не должно. Я уже упоминал про аэродинамику кирпича, и сейчас ее можно услышать. Я вот держу крейсерские 100 км в час и очень хорошо слышно, как гуляет ветер. То есть в остальном тэнк нельзя назвать шумным, трансмиссии практически не слышно. Да, немножко гудят шины, но основной шумовой фон возникает именно от ветра. Во-первых, в первую очередь он гуляет в районе ветрового стекла, потому что угол у него достаточно небольшой, ну, можно сказать, оно практически вертикально расположено. Плюс очень большие массивные лопухи зеркал вертикальные, в них тоже ветер так активно гуляет, выступающие арки. Все это, конечно, в совокупности дает вот этот шумовой эффект. Но если абстрагироваться от шума, вообще на трассе от рамного китайца я ожидал, что он будет ехать, ну, может быть, как вот, если помните, Great Wall Hover или как тот же Land Cruiser Prado 150, который нет-нет, да постоянно требует корректировки курса. С тэнком этого не происходит. То есть машина стоит вот реально как вкопанная, можно смело отпускать руль на шоссе. Никуда он не гуляет, несмотря на то, что покрытие не идеальное, несмотря на то, что есть очень сильный боковой ветер, потому что вон какие просторы у нас справа и слева от курса автомобиль не отклоняется. И поэтому в путешествиях, на дальних выездах, Tank 300, очень приятная, очень комфортная машина. Плюс еще у него есть полный пакет ассистентов, активный круиз-контроль, это удержание в полосе. Сейчас нет такого трафика, чтобы оценить, как это все работает. Но мы уже сталкивались с тем, что иногда все-таки пока на китайских автомобилях возникают ситуации, когда эти ассистенты не всегда себя адекватно ведут. Но это, опять же, вопрос времени, у всех это было. Через это они тоже пройдут и рано или поздно доточат эти системы. У 300-ки, на удивление, очень понятна управляемость. И по своему поведению на шоссе он мне напоминает новый Ford Broncos. Да, это не какой-нибудь там ультра-современный премиальный кроссовер с независимой полностью подвеской и несущим кузовом. Но, тем не менее, машина понятная, машина предсказуемая. И даже на высокой скорости при отклонении руля нет каких-то гигантских кренов, нет, знаете, вот этого двойного эффекта, когда сначала кузов наклоняется относительно рамы, потом рама отклоняется относительно подвески. Здесь это все в глаза не бросается. Машина понятная, машина сбалансированная. И она дает то ощущение, которое дает далеко не каждый даже японский рамник. Это ощущение цельности. А вот то, что плавность хода будет на высоте, в этом я ничуть не сомневался. Ходы у подвески очень приличные. На разбитой дороге Tank 300 ведет себя прекрасно. Как я ни старался, может быть, там не попадались ямы размером с автомобиль, но когда попадались ямы размером с колесо, никаких проблем. Во-первых, и в салоне достаточно все неплохо изолируется, то есть никакой зубодробительной раскачки, никакой зубодробительной тряски нет. И при этом ни пробоев, ни ударов, ни подскоков. То есть во всех ситуациях 300-ка старается максимально сохранять пяток контакта колеса с дорогой. Это приятно. Скажу честно, когда я первый раз увидел Tank 300, я долго не мог вспомнить, кого он мне напоминает. И только потом до меня дошло. Это же очень близкий родственник Чироки, последнего Чироки рамного, то есть машины третьего поколения. Поэтому всем тем, кто любил эту машину, думаю, Tank 300 зайдет. Обратите внимание, вся ватерлиния автомобиля это большой, мощный пластиковый обвес, который, кстати говоря, по заявлению производителей не боится ударов на скорости до 15 км в час. То есть если вы до 15 км в час во что-то упретесь, в камень, в дерево, неважно во что, никакого ремонта после этого не потребуется. Ну и геометрия действительно хорошая. Заявленный клиренс 224 мм, углы въезда и съезда больше 30 градусов, а угол рампы 23,5 градуса. Действительно, геометрическая проходимость очень достойная. Ну, а насколько автомобиль все-таки не только на бумаге, а на практике хорош на бездорожье, мы сейчас и выясним. Как я уже говорил, передний мост подключается жестко, причем делать это можно на ходу. Переключаемся из заднего привода полный. Полным приводом, несмотря на то, что здесь система порта, можно пользоваться до 80 км в час. А вот для того, чтобы перейти в понижающий ряд, уже нужно остановиться и, как положено, включить нейтраль. Да, все понижающая передача включена. Помимо этого, арсенал, конечно, внушает. Во-первых, есть куча различных внедорожных режимов. Помимо стандартного, это грязь-песок, камни, горы и ухабы или колея. Есть еще также режим для снега, но его можно активировать только в повышающем ряде. Коробки раздаточные, но грязь и песок — это, собственно, по режиму очень близко как раз к снегу. Собственно, при выборе режима меняется, во-первых, отзывчивость акселератора, меняется галлоризм работы коробки передач автоматической. Ну, противобуксовочная система, понятно, тут уже никак не влияет, потому что она выключается автоматически. Но помимо всего этого прочего, помимо, скажем так, цифровой составляющей, есть еще и железный, скажем так, арсенал. Это блокировка заднего дифференциала межколесного, вот я ее сейчас включил. После этого можно активировать блокировку переднего межколесного дифференциала. Помимо этого есть круиз-контроль внедорожный. И при его активации также можно включить систему силового так называемого разворота. Более того, у Тенка-300 он называется танковый разворот, ну, в данном случае танковый. Собственно, эта система такая же, как у того же Fordron, который мы недавно катали. То есть, при повороте блокируется принудительно заднее внутреннее колесо, и машина разворачивается практически вокруг своей оси. В данном случае полтора метра. Всего лишь будет радиус разворота. А вот блокировочки мы пока, пожалуй, оставим. Блокировки, кстати, известной компании Eton. Переключаемся в Drive и поехали. Очень такая глубокая снежная колея, но на самом деле машина идет как по маслу. Конечно, съезжать в лютую целину мы не будем, потому что все-таки мы сейчас в Сибири, и связи сейчас нет. Искать нас будут, если что, до весны. Не хотелось бы, как говорится. Но в целом едет очень уверенность. Здесь я понимаю, что кроссоверы, наверное, уже все-таки сядет. Я бы, наверное, не стал ставить Тенк-300 в один ряд с такими автомобилями, как Rubicon, новый Def или тот же новый Ford Bronco. Но определенно он лазит лучше, чем те же классические Toyota Fortuner или тот же Pajero Sport. То есть такая, на самом деле, золотая середина. Определенно лучше, чем японцы, но чуть-чуть не дотягивает до признанных королей среди современных внедорожников. В общем, никаких проблем на оффроде с этим автомобилем нет. В данный момент единственное, что его, пожалуй, ограничивает, это шины. Потому что на 300-ке у нас сейчас стоят обычные зимние, пусть и шипованные шины. Если поставить внедорожные, конечно, все еще будет гораздо лучше. Понижающий ряд активируется до 40 км в час. После 40 км в час уже автоматически включается повышающая передача. Но, собственно, больше, как говорится, и не нужно. Ну что ж, друзья, как не пытался я найти серьезные недостатки у этого автомобиля, сделать это не удалось. Китайцам действительно удался хороший добротный олдскульный рамный внедорожник. Главный вопрос – цена. Пока мы знакомились с машиной, подоспелый официальный прайс, в России будет доступно две комплектации. Базовая, уже неплохо упакованная комплектация Adventure обойдется в 3,7 миллиона рублей. Ну а максимально упакованный автомобиль в комплектации Premium – это уже 4 миллиона рублей. Ничего не поделаешь, сегодня такие цены. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать о всех новых роликах. Помните, что мы есть во всех соцсетях. И до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok